Каждый из сторон готовится к боевым действиям. Центральный вопрос любой операции – это достижение оперативной внезапности. Поэтому сейчас каждый из сторон решает задачу сдерживания противника, выявления его замыслов, и мы система скрофис боюсь. Размещали боевики, бойцы, собирали на ком-то это же мирные жители, или потом опять бойцы оружия, потом опять мирные жители, вот такое они делают. И, конечно же, для того, чтобы избежать гибели этих мирных жителей, годилось действовать очень остальными. Намечена брандивозная, по-другому я не могу сказать, программа возрождения, восстановления военного потенциала российских военных родных сил. Константин Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Возвращение президента Украины из Соединенных Штатов. Вот это вот решение выделить комплекс Патриот. Что это такое, на ваш взгляд? Это просто символ такой, что они готовы помогать им и таким образом? Начнем с того, что комплекс Патриот, конечно же, позволит делать за районом, как назад, думаю, ЧАБУ и нормальную, распланированную систему БУ. Комплекс Патриот – это единственный ракетный комплекс большой дальности, зенитной ракетной большой дальности, который вообще располагает западная цивилизация. Это надо четко фиксировать. На западной цивилизации комплексов большей мощности таких вот. И даже приблизительных комплексов нет. Это только штаты, допускают пульпорт. Входя от этого, надо понимать, что Запад идет для того, чтобы спасти релим Пенского на крайние меры. Потому что надо понимать, что, скажем, появление этого комплекса на территории Украины для Запада чревато очень серьезными угрозами. Во-первых, надо иметь в виду, что этот комплекс излучает сигнал. Причем этот комплекс идет из экспортной версии. А наличие, так называемое, наличие вооруженных сил США, они идут даже на то, чтобы предоставить возможность России, уж так я скажу, получить данные о характеристиках этого комплекса для того, чтобы спасти вот этот релик. Если мы получаем данные о характеристиках этого комплекса, в первую очередь, режимах работы и других характеристиках, то мы противодействуем средству радиоэлектронного подавления. Поэтому Запад идет на это. Но не только на это он идет. Есть еще другие хорошие предки, которые заставляют документацию. Как развивается ситуация, это в первую очередь состоит в том, что Запад не только Петру и поставляет, он, по сути дела, демонстрирует способность, способность решать задачи к культуре Украины с увеличением Польши. Интенсивно сейчас пооружает Польшу. Вот это Польша, польские украинцы должны создать угрозу Киев-Руссии. Ну и для них это занять территорию восточных кресов, так называемых, польских, и западных умерений Украины, которые родили Польшу до 1939 года. Скажите, меня одного смутило, во всяком случае в заголовках, что один комплекс, он же никак не сможет повлиять на ситуацию в целом. Он может создать, еще раз говорю, он может создать, так называемую, чудовую оборону. Оборону, которая позволит прибыть один район. Это, скорее всего, может быть, либо западные районы Украины, либо это могут быть районы центральные, то есть в Киеве. Вот там можно искусствовать. Тогда можно создавать многое желудочные системы. Диепикум с Большой Дальцией, диепикум с Среди Дальцией, Среди Дальцией и Санкт-Петербург. Вот и комплексы Малой Дальцией в французском городе. Вот о чем идет. Вы упомянули Польшу. Можно ли говорить о том, что полякам приготовиться следующим? То бишь, когда ресурс украинских вооруженных сил будет окончательно исчерпан, а, судя по всему, дело к тому идет, то им на замену станут польские военнослужащие. Сейчас они уже в какой-то мере участвуют в конфликте, но в виде наемников, ЧВКшников и так далее. А я имею в виду регулярные части. Да, это, к примеру, так и будет. Это надо хорошо понимать. Поэтому, да, никаких выходов, кроме как подтягивать Польшу к решению этих задач нет. Какое-то время назад все новости из зоны СВО начинались преимущественно со слова «Херсон». То сейчас в основном Артемовск, ну и все, что рядом с ним. Укрепрайон в районе Авдеевки. Говорят, что, в общем-то, можно с ним что-то сделать, используя термобарические боеприпасы, но почему-то не используют. Вы можете объяснить, что происходит на самом деле? Ну, в районе Авдеевки еще осталось некоторое количество мирных жителей. Поэтому руководство нашей страны, вооруженных сил, стремится и переживает потерь мирных жителей. И в связи с этим принимаются меры вот такого вот осторожного использования, такого мощного оружия термобарические боеприпасы. Тем не менее, в тех районах, в отдельных укрепрайонах, где смирные жители достоверно, они, конечно же, используют. Вот, я могу сказать, что вот тоже вот в Макеевке там, когда ее брали, ее брали очень долго. И связано было с тем, что вот мы захватывали в первую очередь, конечно же, высокие дома, которые там делали, создавали особенно серьезные укрепрайоны. Их труднее всего было брать, потому что они размещали байоны Перу. То есть боевики, бойцы, потом собирали на комнаты тоже мирные жители, потом опять бойцы оружия, потом опять мирные жители, вот такое они делают. И, конечно же, для того, чтобы избежать гибели этих мирных жителей, приходилось действовать очень осторожным. Вот, в частности, вот шел так называемый терминатор, который с миллиметровыми пушками и гранатометами АГ-17 установлено к нему. Вот, шел задачу выколачивания вот этих бандитов из этих домов. Ну, это в частности, в частности. Ну, и АСП, конечно, в основном брали вертолеты, брали переносные и собственные средства, брали вооружение пехоты и пробивали, решали задачу закрывать. Поэтому вот сейчас вот такая же картина. Совершенно недавно главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации выступил перед командным составом Министерства обороны, да и не только командным составом. Вот вы для себя что главное вынесли из этого речи? Я из этого вынесла главное, что намечена брандиозная, по-другому я не могу сказать, программа возрождение, восстановление военного потенциала российских вооруженных сил. Причем намеченный уровень потенциала российских вооруженных сил, сил общего назначения позволит уже решать задачи не только вкладками конфликтных, как я раньше предусматривала, но уже и вкладками конфликтных. И это как раз назначено для того, чтобы существенно резко получить применение ядерного оружия в вооруженных конфликтах со стороны России. То есть, по-другому говоря, чтобы минимизировать риск применения ядерного оружия. Мы, увеличивая потенциал сил общего назначения, тем самым повышаем порог применения ядерного оружия. И вместе с тем повышаем безопасность. С другой стороны, это понятно, связано с тем, что нарастают угрозы. Эти угрозы достигают такого масштаба, когда возникает реальная угроза полномочарного столкновения с блоком. И, исходя из этого, для того, чтобы выбрать возможность, а если они решатся на это, то обеспечить победу в такой войне, в таком конфликте без применения ядерного оружия. И принято решение увеличения численности российских вооруженных сил до полутора миллионов. Надо иметь в виду, что эти полутора миллиона вооруженных силы могут быть на военное время развернуты до трех, половины, а может даже четырех миллионов человек. И это уже армия, которая соответствует масштабу советской армии времен Великой Отечественной войны. Там, конечно, были вдвое больше примерно, но и мощь вооружения сегодня значительно больше. Значит, и размер участка фронта, который, так сказать, удерживает количество личного состава, мужчины возрождают еще более быстрее. Кроме того, значит, в рамках этой программы радикально увеличивается количество соединений. В частности, количество мотострок увеличивается на 10 единиц. Пополнительно создаётся, формируется, принятое решение сформировать две десант-поиски, пять бригад морской пикоты переформируются, пять дивизий морской пикоты. Это очень большие мирования, очень большие силы. Создаются пять дивизий артиллерийских, пять артиллерийских дивизий, которые центрального подчинения будут переподвиниться, вокруг находиться. Создаются артиллерийские бригады особой мощности. Это все уже технология времена Великой Отечественной войны. То есть вот в таком масштабах и вот подготовка. Все это, конечно, означает только одно, что наша страна основательно готовится к возможной схватке с НАТО. И тот факт, что наш президент посетил штаб социальной военной операции, провел там около 13 часов, зато не только руководство Министерства обороны, но и командование самой спецоперации, и командование на операционных направлениях, все это говорит о том, что в ближайшее время будут приниматься какие-то серьезные шаги. Вот потому что и действия Верховной Группоманды, и в тех случаях, когда нужно согласовать и утвердить планы решения, введения на действия, целую какую-то компанию, видимо, зимнюю компанию. Вот это действие серьезно. Тот факт, что у нас, у нашего президента, в очень короткое время прошло целый ряд знаковых событий, это вот это, о котором вы упомянули коллеги, это посещение штаба СВО, это посещение встреч нашего президента с президентом Белоруссии, товарищем Лукашенко, и встреча идет в партии «Единой России» с лидером коммунистической партии Китая, которая вот прошла. Средизмительное учение России и Китая на море, причем там самое главное, что самое принципиально важное, что там участвовали в первую очередь ударные корабли со стороны России, это был ракетный крейсер «Марк Кузьёк» проекта «Единой-34», со стороны Китая, это были ударные, они называются «Исминцы», на самом деле они по размеру больше крейсера, 13 тысяч тонн, вот проекта «НОР-55Д» тоже вооруженные ударным оружием, понятно совершенно, что, значит, скорее всего на этих учениях, может быть, отрабатывались вопросы, совместных действий с ракетиковой и китайской обходом про двума авианосных соединений. Дрога. Советованные соединения могут быть только американцы. Вот примеры такого стима. Если тот театр действий дальневосточный отбросить, то получается, что, когда все эти меры будут приняты, то напрашивается только один вариант применения вот этого огромной силы, это все-таки окончание СВО с нужным результатом. Это, естественно, так, вот это, конечно, все так и есть, но надо учитывать, что наш оборудование четко определили, для чего все это делается. Вот он четверо не определил задачи, в том числе на этот вот, с 23-й год. Три. Первая задача – это завертывание СВО. Понятно? Тех условиях, которые это на России. Вторая задача – это обеспечение мира на Горном Карабахе и Сирии. Вот эти три основных задачи. Собственно, боевые. То есть, попросту говоря, сейчас перед нашими университетами стоят задачи не только разгромленности в СВО, но и предотвращение возможных конфликтов по периметру России в других регионах. Вот сейчас на Горном Карабахе постоянно накаляется обстановка. То, что там уже идут столкновения регулярные азербайджанские и армянские войск, это говорит о том, что России придется предпринимать меры и усилия для того, чтобы прекратить эти споткновения. Ну и российских миротворцев там постоянно провоцируют. Просто очень много видео из той зоны. Да, 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 это все есть. Это, к сожалению, не имеет место быть. Почему так, да? Вот выходит видео о том, как азербайджансы блокируют продвижение российских миротворцев по дороге, назначенный им пункт назначения. Выглядит инфакты, и есть. И есть. Ну, самое интересное, что такое впечатление создается, ну, может быть, обманчиво, конечно, что армянская сторона, им вроде как даже это и выгодно. Ну, вы знаете, на эту тему могу сказать только одно. Армянская сторона ведется действительно очень странно. Хорошо известно, что у Пашиняна это ярко выраженные прозападные дети. Вот. И, соответственно, значит, поведение его вот такое. Поэтому сейчас вот эти две, Армения и Азербайджан, проблемы серьезные для России. вот, и, конечно же, мы понимаем, что это все вполне возможно делается специально. Вот. Всякие лучшие, есть основания на это предполагать. Ну, то, что не просто так, так это точно. А как вы оцениваете, вот сейчас постоянно идут на территории нашей страны совместные тренировки той части российской группировки, которая разъемна в Беларуси совместно с белорусскими военными? Речь идет о том, что сейчас там отрабатываются вопросы, связанные с обеспечением возможности объединенной группировки войск, коллекционной группировки войск, для возможного отражения агрессии против Беларуси со стороны Польши. Вот это основная задача, которая там решается. Сотрудничество с Китаем, как думаете, оно подостановит то, что происходит сейчас в Европе? Способно на это? Я не думаю, что это как-то изменит существенное состояние дел, но то, что... Потому что тут уже диктуется геополитическими вещами, но то, что наше святомничество развивается, это очень хорошо, и это способствует как раз тому, что Запад будет 10 раз подумать, прежде чем, как говорили, терпеть в коалиции России и Китая. В связи с наступающим Новым годом, как думаете, характер боевых действий каким-то образом изменится в зоне своего или нет? Я с Новым годом это никак не связываю. Я думаю, что боевые действия будут продолжаться. Ну, практически 100% не будут продолжаться боевые действия. Поэтому, что можно ожидать? Сейчас решается задача, когда каждый из сторон готовится к боевым действиям. Центральный вопрос любой операции это достижение оперативной внезапности. Поэтому сейчас каждый из сторон решает задачу сдерживания противника, выявления его замыслов, и мы система с кровью с боюсь. Спасибо большое, Константин Валентинович. Ну, а вас с наступающим Новым годом. Здоровья крепко, самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok